всех приветствую друзья вы на канале роман x меня зовут роман и сегодня у нас будет в обзоре катушка украинского производства нел шарп шутер катушка поставляется вот в такой вот фирменной упаковке комплекте значит у нас катушки сама катушка болт запасной вот такой ремешок для крепления и гарантийный талон катушку я уже практически год до весна лето уже заканчивается у нас лето я уже поюзал поэтому есть небольшой опыт есть есть что сказать есть плюсы есть минусы и сейчас мы проведем тест воздушный на глубину обнаружения поехали катушку будем тестировать на металлоискатели и трак и с вашего позволения я ее не буду просовывать штангу я просто просто ее сюда надену сейчас и все вкратце пробежимся по настройкам значит полностью у нас открытая маска глубокие цели до быстрая реакция нет много мусора грунт сложный и отстройка от помех 11 канал вот таким образом я на открытой маске всегда хожу вот так и будем тестировать как есть именно с катушкой шарп шутер здесь я убавляю до 27 именно до 27 я убавляю здесь вот я оставлю и трак немножко прижму лопатой чтобы он не падал вот так вам видно ну там вряд ли что-то будет видно но бликует у нас солнышко короче вот так все готово у нас в качестве подобных подопытных вернее у нас как всегда мы будем использовать как всегда используем катерининский пятак серебряный 24 года полкишок 30 копеек 30 год деньга так петровская по моему полушку да и чешуйка 1 чешуйка и по традиции мы начинаем с катерининского пятака смотрим 25 35 не показывает 32 стабильный сигнал друзья а на ребре нет на ребре 25 стабильный 32 засчитываем катерининский пятак серебряный полкишок 24 года 32 не вид 30 что-то непонятное через раз 28 стабильно 28 29 ладно пусть будет 29 до 30 не стабильный так пять копеек 30 видит 32 видит странно 33 34 34 оставил 33 на 34 тоже что-то проскакивать но плоховато так деньга 1750 кажется год с 30 начнем с 30 начнем нет идем на уменьшение 34 через 1 33 засчитываем так 25 а это это полушка 25 25 26 26 26 больше не засчитаем чешуйка 20 нет 19 так ну и теперь чем же она хороша я еще не сказал вот то что тут она идет защитой чем хороша плюсы и минусы значит о минусах в начале ролика я убрал чувствительность до 27 это есть такой косяк за ней на это именно на и траки на других не скажу на и траки крайне не стабильно себя ведет с чуйкой максимальной в 30 до максимально если задирать то есть ложное срабатывание помехи я уже не говоря не говорю о том что где-то ей задевать стучать да то есть катушка именно для этого и предназначена то есть ей можно и шурфить ей можно ну я в основном так делаю это вот такие вот заросли да видите сзади меня это был парк бывший здесь по этим зарослям по этим кустам ветки она очень хорошо себя показывает везде можно есть залезть то есть снайперка тоже хорошо да вы видели у меня есть обзор на nail snake вот да тоже хорошо но это поглубже то есть убавляем чуйку до 27 и все с ней прекрасно второй минус в принципе и на этом минусы и заканчиваются это вот этот вот спиральный провод до который прораздевается у нас в штангу с ним приходится помучиться когда мы меняем катушку на эту то есть приходится он вот не как вы можете заметить такой вот уже расплелся вот так приходится его закручивать обратно в спираль в плотную такую и засовывать в штангу штангу он очень хреново лезет я бы даже сказал просто я вот если вдруг кто из производителей наловских сейчас смотрит меня ребята придумайте вот эту хрень ну как-нибудь по-другому и он в принципе длинноват он там весь не помещается даже вот на всю выдвигаешь и трак штангу он длинноват но это не тот минус особо на характеристики не влияющий поэтому это постольку поскольку главное что она себя реально показывает хорошо вот в таких вот необычных местах в сложных местах не поле ничего это сложные места я считаю вот ну а плюсы я в принципе тут уже и объяснил все плюсы и то есть ей можно куда угодно залезть ну и как всегда нел отличается своими ушами эти уши и за молотком надо по ним долбить чтобы их отломить вот в принципе в основном вот чуечку если убавляю очень стабильный аппарат ну очень стабильный я я очень ей доволен очень хорошего сейчас у меня три катушки до 2 из них неловские то есть неловская продукция я считаю что очень даже ничего и гарантия соответствует здесь уже нел постарался уже такой более-менее такой конкретная такая жесткая вот это вот перегиб чтобы не переломить провод но они все равно как мы знаем ломаются поэтому я здесь всегда заматываю изолентой здесь я его размотал просто вам показать вот таким вот образом подошел концу наш ролик я думаю кто пользуется нелом есть есть такие люди которым попадались попадались катушки после которых оставались негативные ролики но в основном если пошаритесь по форму кто выбирает себе катушку таких средних размеров я думаю это самый подходящий вариант и она легенькая и трак вы знаете тяжелый аппарат как максимально его надо как-то облегчать ну в принципе вот я доволен всем советую друзья так что подписывайтесь на канал в следующем ролике я вам расскажу как дешевле купить катушки производства фирмы нел до новых встреч всем пока Субтитры создавал DimaTorzok